Авиаторсы выступят против Хакута Шинкин во втором раунде нашего противостояния, где устроят либо решительный камбэк, либо уйдут с поля боя, как говорят греки на щите. Итак, команды готовы, я готов, вы я уверен готовы к шоу. И мы начинаем шоу, и начинаем мы его на проклятой лощине. Максимально интересная карта выбирает ребята, более жестко было бы, чтобы они альтерактно драфтили в итоге, как это было вчера. Ну, собственно, почему бы и нет лощина, карта популярная. Карта максимально балансная, карта самая предпочитаемая многими игроками, особенно самими Blizzard. Поскольку именно на этой карте отыгрываются начальные аккаунты в Ходсе, первые два с уровня, если не ошибаюсь. Ну, собственно, начинаем мы. Начинаем с того, что Хакута отсылает Гензи в бан, а лорак снова уходит в бан, баны у нас прямо идентичные. Абсолютно копии, если угодно, в предыдущей катке. И к стадии пиков мы переходим очень быстро. Стуков планирует вновь отыграть на Стукове. Как, собственно, и в прошлый раз. Здесь мы прямо читаем команду Хакута Шинкин. Ну, в частности, их игрок ником сам палит. И посмотрим, хотят ли команда Авиатор, чтобы против них сыграл пик, похожий, судя по началу, на то, что было в первой игре. Или же, возможно, сейчас пойдут респект пики, целью которых будет не допустить появление героя в стане Хакута Шинкин. Сложно пока что предположить. Ребята очень неспешно подходят к драфту. Дехака и Ханса выходят на поле боя со стороны команды Авиаторс. Отличные пики. Дехака, в частности, по известным вам причинам, является глобалом. Является машиной по собиранию опыта. И, как показывали многие команды, в том числе и сами Авиаторы, правильное и грамотное использование Дехаки выигрывает игры. Поскольку возможность заходить в бэклейн к противнику, собирая при этом опыт на всей карте до этого самого момента, и заходить в бэклейн, не пытаясь при этом бальтифронт врага, это возможность, которая при грамотном применении просто меняет ход игр. Десять секунд до появления героев станет Хакуташинкин, и это Соня. И кто же еще? И Анубарак. Но Анубарак нас уже не удивит. Этот герой доказал свою полезность в руках что у Хакуташинкин, что у множества других команд, в том числе и передовых на текущий момент. А Соня является отличным примером того, на что смещены приоритеты команды Хакуташинкин. Ребята не стремятся так уж ответить глобалом на глобал, они не сильно боятся присутствия героя. Такого как ДХК, встание авиаторов. Они хотят выиграть прежде всего соло линию. И именно желанием выиграть соло линию диктуется появлением Сони, поскольку против Сони в большинстве случаев ДХК вынуждены все-таки терпеть. По большей части не пропушивать линию, а просто ждать пока Соня с этой линией уйдет, только лишь для того, чтобы суметь продавить ее ближе к башням противника. Хромия уходит в бан. В принципе абсолютно справедливо. Коль уж не берем сами, то пускай лучше она похитит в стороне от игры, чем авиаторы будут рисковать тем, что этот прокастер появится на стороне команды Хакуташинкин. Ну а чего же бояться Хакуташинкин? Вот в чем вопрос. Их бан сейчас ответит на этот вопрос. Собственно извините за тавтологию. Думав, обдумав, то возможно в этот момент Хакуташинкин хотят угадать, что именно против них замыслила команда авиаторцев. Нет, они отправляют в бан Малфуриона, просто нейтрально убирают опасного саппорта, внуждая команду авиаторс взять что-нибудь пооригинальнее, чем Стуков или Малфурион. Ну впрочем, еще множество хороших саппортов открыты. Например, Утр, как вариант. Поведение Утро, правда, еще ничем не оправдано, но мы, собственно, и не видим пока заготовку команды авиаторс. Вот как пройдет 30 секунд, как возьмут авиаторы еще двух героев, если там не будет саппорта, уже можно будет предполагать, что наилучшим образом зашло бы. В их случае. А пока что мы просто будем ждать, что решат показать авиаторы. А показать не хотят ЕТЦ, а вот теперь... Да, вот и он. Вот и он. Хорошо, радует, радует. Авиаторы решили сыграть через не классический ПК через пик, который в своей основе несет какую-то задумку. И сейчас уже можно предполагать, что у команды Хакута Шингена появится ответочка в виде фолстата, которая сразу бы компенсировала и отсутствие глобала, и дал бы витра для того, чтобы нейтрализовывать Мошпит, даже если Утер и успеет кинуть бабл на ЕТЦ под Мошпитом. Такой герой, как Фолстат, вполне успешно сумеет отзонить противника до момента, пока Мошпит не пройдет. Тем не менее, заходит Лунара и заходит Крысавчик. Вот так вот. Крысавчик, в принципе, соответствует целям сбивания Мошпита ЕТЦ, но сейчас команда Хакута, на первый взгляд, остается без... серьезного сбития. При условии, если ЕТЦ и Утер достаточно хорошо сыграны, при условии, если баблы будут в самый своевременный подходящий момент лететь на ЕТЦ, который будет Мошпитить, в команде Хакута Шинки на этот момент будет нечем ответить. Кто-то разве что Стуков может сыграть свою роль. В вопросе сдерживания такого героя, как ЕТЦ. А у авиаторов, напротив, пик выглядит более-менее уверенным. В нем есть и идея, в нем есть и достаточно надежный фронт. Все вы знаете мое отношение к ЕТЦ, как к фронту, но вкупе с ДХакой, в принципе, фронт вырисовывается. И сейчас стал взять... Ожидал ли появления прокастера, если честно? Любого прокастера, который смог бы работать под ЕТЦ, такого как Джайна, как Кель, например, как... Да чем черт не шутит, как Гул'дан? Но... Ребята из авиаторов в последний момент решили взять Трала. Возможно, это обусловно тем, что они хотят а, работать исключительно через Триплу, а Трала, Мадехакой выигрывать соло-линии? Ну или же у ребят какая-то другая затея на игру? Это я пока не могу предположить, поскольку Трала можно было бы увидеть вместо ДХаки или ДХаку вместо Трала, но этих двух героев вместе видишь не так уж и часто. Собственно, чего гадать? Все мы с вами увидим прямо сейчас. Недолго нам осталось ждать, недолго. До момента, пока команды не схлестнутся между собой. А про это ощущение? А про это ощущение все будет решать первые три дара. Поскольку я уже неоднократно на своем регионе становился свидетельством ситуации, когда за одно проклятие сносили Т1, Т2. Туда куры доходили. Ну окей, так или иначе, команды выходят на поле боя. Время их представить вновь. Авиаторы. Тропикана исполнит ЕТСи. Фин Хьюман, Утер, Сакрин, Ханза, Мэйфин Ловью, Тралл и Корейб будет глобалировать на ДХаке. Команда Хакута Шинкин, Сейлон, Анубарак, Романчилл 180, Лунара, Ветер, Крысавчик, Дректар будет на Соне и Алексей Стуков, о боже ж ты мой, на Стукове. Команды сходятся. Тралл идет сразу на соло линию? Не просто что за Виженом, он сразу на соло линию идет, да? Нет, просто за Виженом и возвращается на центральную линию. Начинаются неспешные размены. Тут ситуация интересна тем, что, хотя Красавчик не является героем, который может нанесить много урона именно при разменах, он все-таки довольно не силен до определенной пары игры. Но Авиаторам, в принципе, не особо есть чем отвечать. Лунар и Сони, между тем, уже ушли от команды Хакута Шинкин на соло линии. Ребята из Авиаторов-то видят, Тралл уже отправился на соло линию ДХК, пешком потопал на свою. Хорошо, Авиаторы, в принципе, особо ничего не теряют с этой задержки. И да, остается рабочая трипла с Акрин, на Финкью, Монтропикана против Сейвов, на Ветра и Стукова на Стукове. Ясное противостояние будет происходить именно у этих ребят. Лунаре достаточно не соваться под Тралл, иначе Тралл ее уберет с соло линии быстрее, чем та успеет пронести название своей фракции. Это Альянс, если что. Ну, Акарей просто старается аккуратно стоять против Драктара на соло линии, цепляет на язычки, даже немного размениваться по здоровью. Хорошо, это было неплохо со стороны ДХК. В то время как, на удивление, получается ситуация, что за триплой от обоих команд, обеих команд, наименее интересно наблюдать сейчас, поскольку они ничего друг друга не могут сделать. В принципе, Авиаторы это быстро просекли, Ветер уже пытается забрать Изи, в принципе, у него все получится, передвигается он грамотно, правильно, урона особо не ловит. Изи Лэйн уже выходит за команду Хакута Шинкин. Хакута Шинкин, как в прошлой игре, показывает чуть-чуть более уверенное передвижение по карте. Поскольку Авиаторы все-таки как ни крути, но за время отсутствия Красавчика они выиграли на центральной линии совершенно ничего. И сейчас будут вынуждены уже как-то помогать Тралу, потому что в противном случае Трал сейчас будет загнан глубоко под свои вышки до момента, пока Изя не будет расстреляна, собственно, вышками внизу. Репиканы Шинкьюман отходят. Да, Хан за запозданием, увидев, что сделал его коллега, Красавчик начал брать соло линию. Делать он-то будет долговато. Может быть даже иметь смысл команде Авиаторов помочь ему, потому что Нодар иначе они не успевают. Ну, Трал, собственно, как и ожидалось, загнан. Роман Чилл особо не высовывается, не попадается на волков, поэтому сейчас попался на волка, но ничего страшного в этом нет, поскольку тут уже упала башня и есть Изи Лейн. Ребята из Хакута Шинкен уже пришли на Дар, уже начинаются размены, Каре почти не имеет ХП, цепляет Стукова, Стуков не под фокусом, фокусить некому Стукова. Фин Хьюман отходит, практически не осталось ХП у Каре, у Хьюмана, у Трапикана, там один Саклин остался ХП и, собственно, ничто не мешает больше ветру забрать первый Дар. В то время как Сейлл подкапывается, ИТС уйдет, ИТС уйдет, ИТС, есть Перекоп, не успевает Стуков оставить Сало, и команда Авиаторов уйдет отсюда, не заплатив смертями своих героев. Что, в принципе, уже хорошо, поскольку потерять Дара ищу героев в придачу, это уже непростительно много. Приходит Ханза помочь своему Тралу, Трал ловит на волков, ловит, ловит, будет плюс Акрин достаточно урона, очень много, очень много получает Роман Чилл. Красивая попытка от Сакрина, буквально реакция на тоненького спасла Роман Чилл от того, чтобы сейчас, ну, если не умереть, то быть очень близким к этому. Ветер приходит заменить Роман Чилл на слоу линии, я полагаю, и будет ли в таком случае воевать за Дар Хакута Шинкин. Да, будут стягиваться туда герои Хакута Шинкин, в тот же самый момент четверочка Авиаторов тоже готова, тоже готова драться. И, собственно, получается, что сейчас команда Авиаторс куда более выгодной позиции находится. Интересно, интересно. Впрочем, Сейлон по всей видимости уже готов заходить, и Авиаторы хоть и заняли были выгодную позицию, но держатся неуверенно. Этой неуверенности им хватило для того, чтобы на Соню попытался напасть. Отлично, отлично, Авиаторы в ней просто так отступали. Зафокусили Соню, отличный значок от Дхаки, все было продумано с стороны команды Авиаторс, Авиаторы сейчас будут драться с преимуществом в одного героя. Но достаточно ли этого? Фин Хьюман практически без лица Мэффин с минимальным здоровьем. Сейлон пытается зонить, очень-очень много урона, Роман Чилл на пару со своим братом-крысавчиком наносит. А то вот достаточно, чтобы Дхака трал, ЕТЦ пошли на минус, господи. Буквально за одну секунду команда Хакута Шинкин развернула противостояние, которое было не в их пользу. Тут же падает Тутор, там минус 4 оформленная команда Хакута Шинкин. Буквально тоненького ворвались сразу же, молниеносно не теряя времени Хакута. И это оказалось достаточно, чтобы герои команды Авиаторс попадали один за одним. А Хакута Шинкин не теряет времени, Хакута Шинкин уже берут босса. Авиаторы просто распличиваются по линиям. В рискованной ситуации, оказывается, ребята, скорее всего, не понимают, что делают их противники, но противостоять им они не собираются. Собираются они просто сокость опыт. Возможно, это и правильно, чтобы сократить расставание по уровню. Но расстояние... Да, расстояние по уровню не сократишь при условии, если босс несет тебе вышки. Что ж, минус одна вышка, минус другая. Скорее всего, это даже будет минус Форд. Сейчас Романчилу очень удобно гонять Дехаку. Скорее всего, здесь они останутся. Эти коры не захочут перекопаться на нижнюю линию, где уже четверка Авиаторов сражается против Сейлона, против Стукова. И, собственно говоря, ребята из Хакута не хотят так просто отдаваться. Ждут они подмоги, уже пришел сюда Ветер, Соня только-только забирает Изи Кэмп. Сейчас все будет зависеть от того, сумеет ли троечка Хакута нанести достаточно много урона, чтобы отбить сдачу. Не успеет, не успеет. Хорошо, Авиаторы отзонили. Ребята с Хакута, тем не менее, ЕТЦ остался глубоко в тылу Хакута. И будут ли они убивать ЕТЦ? Да, будут. ЕТЦ с таким уроном ничего не может сделать. Пытается перекопаться. Идет хороший клинзар от Финхьюмана. Но Сейл уже преследует и Финхьюмана, и ЕТЦ. Там же Тропиканда, скорее всего, не выдержит такого количества урона. Шина взрывается за метло от Романчила. Все, минус ЕТЦ. Это минус 2. Хотя Дар взят командой Авиаторс. Но Дар обошелся дорогой ценой. Это минус 2. И сейчас уже команда Авиаторс ничего не сможет сделать с тем, что их босса просто в наглую забирают. Сокрин-то видит. Тут уже Карей. Но их тут только двое против пятерых ребят. Пускай и под боссом. И драться за этого босса они не будут. А если они не будут драться за два босса, стало быть, они не будут драться и за Дар. А это третий Дар для команды Хакута Шинкин. Понимаете, к чему я веду? Тут уже нет двух Т1 и это Дар. И босс живой. И да, Хакута тоже все прекрасно понимает. Драктар тут, штуков тут. Хотят они как можно больше продлить жизнь боссу. Для того, чтобы босс под проклятием пошел еще дальше, чем он пошел бы в ином случае. Тут уже Романчил. Тут уже ветер. Начинается размена. Авиаторы отходят. Под замедлом. Под станом босса. Финхьюман минус Финхьюман. Господи боже мой. Ребята из Авиаторов без саппорта остаются. Босс, которого не атакуют башни. Тут уже на фронте находится Романчил. Минус. Минус ДХК. Минус Трал. Авиаторы сыпятся. Сыпятся и не смогут они защищаться от босса. А если не смогут защищаться от босса, то скорее всего тот босс пойдет сейчас в кору. Да, босс пойдет в кору. Сейчас и нету вариантов, при котором ребята из Авиаторов смогли бы как-то защититься от подобной агрессии. И поэтому противостояние заканчивается 2-0 в пользу команды Хакута Шинкин. С чем мы их и поздравляем. Эта партия в отношении происходящего в игре казалась куда более тривиальной на самом деле. А здесь все решала скорость. Если в первой игре я немножечко офигевал от того, что ребята из Авиаторов не могут пробить Хакута. И скидывал все это на Стуково, на родной сустейн Гулдана в той игре. То сейчас и не было ничего подобного. Просто на любое передвижение команды Авиаторс, передвижение команды Хакута Шинкин уже было совершено. Если вы понимаете о чем я. Просто скорость игры. Если Авиаторы смогут, если у них будет желание дальше как бы усиливаться, Авиаторам достаточно для этого всего лишь посмотреть хотя бы даже вот запись этого матча. Потому что Хакута не делали ничего сверхневероятного в этой катке. Да, хорошо играли, без вопросов абсолютно никаких как бы моментов к парням. Ребята из Хакута просто равномерно хорошо отыграли в обоих картах. Авиаторы пытались тоже хорошо, просто авиаторы везде уступали в скорости. Пошел брать Крысавчик Кэмп. То же самое Ханзелью делал, допустим, вставание в минуту. Выходят на дар ребята из Хакута. Ребята из Авиаторов сюда уже вроде как приходят. Но приходят с тем минимальным позданием, которое достаточно для того, чтобы не успеть занять выгодную позиционку. Буквально одна драка у них была удачная в этом смысле. Когда умерла Соня. Но даже тогда Хакута провели тимфайт, в котором просто быстро зафокусили бэклэйн через Анну Барака. И этого быстро хватило бы для того, чтобы взять игру. Просто скорость. Ну а так, хорошие игры. Спасибо обоим командам. Сейчас у нас будут еще игры на западном регионе от Муны. А настоящий урок начнется завтра. Завтра у нас будет противостояние трех пар команд на обоих регионах. И там мы будем с самого вечера до практически что нулей наблюдать за матчами. Это будет уже практически финал групповой стадии. У нас совсем немного останется игр после этого. После чего начнется стадия плей-офф. А вам, ребята, спасибо, что смотрели. Спасибо, что этот часик привели со мной. И с ребятами из Авиаторов. С ребятами из Хакута Шинкин. Им очень важна поддержка. Это и мне она очень важна. И поэтому буду рад видеть вас завтра, послезавтра, и после-послезавтра, и после-послезавтра. И вообще всегда. И за всем я отключаюсь. Ребят, до скорых встреч. До 7 часов вечера завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok